Борис Евгеньевич, Вы родились в 18-м году, и на Ваших глазах несколько раз кардинально менялся мир, менялись эпохи. И причем Вы были не просто свидетелем этих событий, Вы были участником. Вот я как раз хотел бы поговорить о Вашем детстве, о Вашей семье, ведь Вы родились в аристократической русской семье, и Ваши детские годы, они как раз попали на годы гражданской войны, на годы становления советской власти. Как Ваша семья отнеслась ко всем революционным переменам, которые случились в начале 20-го века? Я вам откровенно скажу, что отношения менялись. Поскольку, Евгений Аскарович, мой отец родился в Ницце, во Франции. Его отец был там консулом, консулом Российской империи. И там он провел свое детство, там провел и юношеские годы, поступил в Дрезденский политехнический институт и кончил там свое инженерное образование. Но он хотел вернуться в Россию и получить там российское образование. А в соответствии с законодательством это сделать было невозможно без того, чтобы не сдать соответствующие проектные дела и экзамены соответствующие. Так вот, Евгений Аскарович приехал в Петербург и там, наконец, после годатайства перед императором его величеством, он получил право на сдачу экзаменов. Сдал их благополучно, сдал дипломный проект и получил в зоне инженера путей сообщения. И стал работать в Петербурге, а потом из Петербурга перешел в Москву, в Московское, в Техническое управление железнодорожное. И там продолжал свою работу. Он писал учебники по мостам, он же по первоначальной специальности, он мостовик. И крупный мостовик. Вот. И, закончив там свои дела, он получил приглашение от Киевского политического института на заведование кафедры мостов. И поехал в Киев. И с тех пор находился в Киеве. А вот события 1917 года, они где застали вашего отца? Евгений Аскарович тогда где был? Он никуда не уезжал. Он уехал вот когда. Он уехал, когда со здоровьем плохо стало. И он решил, что надо отдохнуть. А в это время уже началась война. Началась война, и он, будучи в Ницце и вообще в Европе, немедленно решил возвращаться на родину. И вернулся на родину. Но там он не нашел поддержки и не смог приступить к своим обязанностям. Но продолжал исключительно много работать. Но скажите, все-таки, если бы не революция, вы думали над тем, что наверняка у вас и у вашего отца было бы намного больше возможностей? Открылись бы другие перспективы, и по-другому бы все сложилось? Ну, конечно, могло быть совершенно другое. Ведь, надо сказать, все время было революционное. Все это хорошо знают, и он чувствовал. Но он был в хорошем смысле слова патриотом. И поэтому он относился как патриот к тому, чтобы продолжать работать на родине своей. И добился здесь больших успехов. И защитил докторскую диссертацию. Борис Евгеньевич, вот вы о своем папе рассказываете. Я как раз хочу спросить, какова роль вашего отца, Евгения Аскаровича, в вашей жизни? В моей жизни очень большая роль, потому что Евгений Аскарович был невероятно большим тружеником. И он стремился к тому, чтобы все результаты его работы находили применение на практике. То есть, наряду со своими трудами в области науки, науки о мостах в частности, он занимался тем, чтобы применить это на практике. Приведу пример такой. Вот, был цепной мост в Киеве. Его взорвали поляки. И не стало цепного моста. Обратились уже власти революционные к Евгению Аскаровичу. И вместе со студентами он разработал проект нового цепного моста, который назывался уже цепным. Не потому, что там были цепи в этом мосту. А стали не было тогда. Ну, на дне боялись остатки стальных конструкций. И Евгений Аскарович со своими помощниками в 1925 году построил новый, будем говорить, мост, который соединил правый и левый берег Днепра. И вот используя как раз те останки, которые были найдены... Да, вот, вот, вот. И это было большущим достижением. Я был маленьким мальчиком. Брат мой был на годы 7 месяцев старше меня. И таким образом мы попали на открытие этого моста в 1925 году. Это было невероятное происшествие. И мы были просто воодушевлены. И благополучно прошло открытие. И мост простоял до начала Великой Отечественной войны. Борис Евгеньевич, я вот хотел спросить о Вашем уже образовании. Учитывая заслуги и научные труды Вашего отца, вот в то время перед Вами же был выбор. Вы могли выбрать высшую школу в Ленинграде, в Москве. Но почему-то Вы остановились на Киевской политехнике. Почему? Потому что, во-первых, есть традиция. Евгений Аскарович пришел в Киевский политехнический институт. Мы жили в профессорском доме, в политехническом институте. И там мы продолжали жить. А кроме того, меня интересовало электричество, электротехника. И там как раз был новый факультет открыт, электротехнический. В результате я оказался в политехническом институте, который тогда назывался индустриальным институтом. Но я очень любил Петербург. Вот мне нравился этот город. Я там на практике был во время уже учебы в КПИ. Там я сделал дипломный проект и остался питерцем. Но вот раз вы вспомнили дипломный проект уже, красный диплом вы же все же не получили. Не получил. Да, из-за двойки по философии. Как это возможно? Что тогда произошло? Амарксизм у меня нет. А что случилось? Так, я к этому, видимо, не имел способностей и талантов. И так и прошло. Но мимо меняет. Трудностей было много. А именно, надо было сдать заново экзамены после того, что я двойку отмотил. После двойки. Вот, и я это сделал, получил, но красный диплом я уже не получил. Но бог с ним. Бог с ним, да. Борис Евгеньевич, а ведь вы шли на защиту 22 июня 1941 года. В день, когда началась война, в день, когда с самого утра бомбы падали на Киев. Но у меня уже был готов дипломный проект, а нам объявили, что все студенты обязаны 22-го побывать и защитить дипломы. Как это возможно? Как люди вообще восприняли, как реагировали? Я честно не могу представить. Здесь падают бомбы, здесь защита диплома. Вот так вот, я вам расскажу. Тогда, это было, значит, в 1941 году, тогда мы жили уже не в Киевском политехническом институте, а жили на улице, тогда она называлась Фундуклеевская, потом Ленина, теперь Богдана Хмельницкого. Ездили трамваем в КПИ. Вот, ну, трамвай не пошел в это время уже. Мы и мы, значит, по бульвару Шевченко спустились с Тимофеевской улицы, где жили, спустились вниз. А в это время уже немцы бомбили. И авиазавод был на Шулявке, вот, и бомбили этот завод. Но, слава Богу, нас не попали. Но мы были фактически мальчиками, девочками. И вот, мы, значит, решили, что спастись можно только, если в подворотню залезть. Вот залезли в подворотню, хотя это было совершенно противоположно, так уже нужно было сделать. И мы, значит, просидели эту бомбежку. Слава Богу, в нас не попало. Хотя я потом, уже когда я был в Горьком, Нижнем Новгороде, на заводе Красная Сорма, вот, попал под бомбежку немецкую. Это было страшное дело. Там наш цех, где я уже выпускником работал, попало несколько снарядов, но жертв не было. А разбили тот цех, где я находился. Ну, слава Богу, то есть дважды были такие серьезные у вас бомбежки. А вот тогда, 22 июня, вот, насколько люди понимали всю трагедию происходящего? Было ли осознание, что это война, это ужас, это страх? Конечно, было. Но, поскольку опыта у молодых не было, у нас уже, то было очень тяжелое время. И надо понимать, что прерывал народ и люди, которые пошли на фронт. Но все-таки тогда вы диплом сдали, да? Да, да, сдал. Несмотря ни на что. Получил диплом, все было нормально, успели это сделать, получил диплом, уже на работу я попал с дипломом. А мысли какие были вот тогда, когда вы попали под эту бомбежку? Размышляли ли над тем, чтобы пойти на фронт? Нет, я получил сразу направление на завод, Красная Сорна, потому что я должен был попасть в Питер, где я хотел работать. Вот и имел направление уже на работу туда, на судостроительный завод. Но, поскольку Питер подвергался бомбежке непрерывной, то закрыт был прием всякий. И меня перевели вместо Питера в Красная Сорна, на завод в город Горький. А теперь Нижний Новый. И я как раз вот хотел поговорить о легендарном нашем танке Т-34. Вы вместе со своим папой работали. А вот это было вот каким образом. Да, вот расскажите, пожалуйста. Значит, я проработал на заводе Красная Сорна примерно полгода. И мне Евгений Аскарович, отец мой, через наркомат танковой промышленности, а он занимался же танками, он меня перевел в Нижний Тагил на Урал, чтобы там работать. Я с тех пор работал уже в институте электросварки, который эвакуировался в Нижний Тагил. И там получил крещение по производству корпусов танков Т-34. Это был танк, который впоследствии назывался лучшим танком, ну, теперь, говорят, Второй мировой войны. Вот, лучшим танком. И завод в Нижнем Тагиле, это завод, который именовался заводом имени Коминтернов в Харькове. Да. И из Харькова он эвакуировался в Нижний Тагил на Уралвагонзавод. И там за невероятно короткое время организовали производство танков. И рекорд был поставлен уже в 43-м, 44-м году рекорд был 35 танков, 34-рок за одни сутки. Но вот вы как раз были с отцом причастны к этой новой технологии производства. Да, новая технология заключалась в том, что сварщиков было мало. Просто дети уже работали сварщиками. Подставляли им под ноги ящик, чтобы они добирались до верху. И вот так продолжали работать. А Евгений Аскажевский с сотрудниками своими, в институте электросварки еще в Киеве, значит, он разработал технологию сварки стали большой толщины, в том числе и броневых стали. И вот эта технология позволила получить высокое качество сварных швов для корпусов танков и для башни танковой тоже, и командирских башен. И вот надо было в эти короткие сроки военного времени обеспечить высокое качество, с одной стороны, а с другой стороны количество этих танков. Но испытать корпус танка было очень трудно, поскольку никаких испытательных особых машин еще не было. И тогда Евгением Аскажевским был предложен такой проект, чтобы одну половину танка обстрелять снарядами, которые, эта половина сварена вручную. А вторая половина сварена под флюсом по новой технологии. Разработанной вашим отцом, да. И в результате оказалось, что та, которая была вручную сварена, оказалась разрушенной. А та, которая была сварена автоматами, выдержала полностью испытания. И высшее начальство дало уже разрешение на то, чтобы по этой технологии варить танки. Вы знаете, что я подумал? Получается, что если бы не вот такая существенная модернизация по технологии, разработанной вашим отцом, танка Т-34, то судьба и войны могла бы быть иной. Да. И в результате этого отец мой 2 марта 43-го года получил звание Героя социалистического труда. Первым в Академии наук Украины. А как он вообще относился к таким почестям? Ведь Евгения Аскаровича наряду с военачальниками называли человеком, от которого зависела судьба победы. Вот как он к этому относился? Он относился к этому, насколько я могу судить, достаточно трезво. То есть он скромный такой? Скромный. И вот когда его наградили вот этим званием Героя социалистического труда, он отнесся к этому как высокой, большой награде. И здоровье еще позволяло. И он полетел самолетом впервые в своей жизни. Самолетом из Нижнего Тагила в Москву. И там получил грамоту Героя социалистического труда, орден Ленина. И он обратился тогда с письмом в политбюро ЦК, что такая высокая награда обязывает его ответить тем, что он готов служить и дальше науке, и производству, и просит принять его в ряды коммунистической партии. И он был принят без прохождения кандидатского стажа. Был принят. То есть было сделано исключение такое? Да. Это специальным решением политбюро ЦК в Москве такое допускало. Вот в исключительном случае. Для вас война, победу, в которой вы вместе с отцом приближали, она по-прежнему является Великой Отечественной? Великой Отечественной. И я обязан сохранять это название и эту, по сути говоря, завоеванную победу. И я не могу согласиться с тем, что ее называют, ну, как угодно уже называют вообще. Это действительно Великая Отечественная война со всеми трудностями, которые были, со всеми ошибками и недостатками, но этого отрицать не нужно и неправильно. Поэтому я только стою на этой позиции и буду стоять, пока ноги держат. Конечно. Как и все мы и зрители телеканала «Интер». Как вы относитесь к тому, что сейчас переписывают историю, переименовывают улицы, улицу Ивана Кудри, руководителя киевского подполья, переименовали. Сейчас вот есть такие инициативы переименовать проспект Ватутину на Шухевича. Да. Вот. Радикалы позволяют себя сквернять могилу и памятник генерала Ватутина. Уже несколько, к сожалению, памятников в нашей стране разрушены вандалами, и все это остается безнаказанным. Как вы относитесь к этому? Я отношусь полностью отрицательно к этому всему. И, вы знаете, просто диву дается. Вот мост, мост имени Евгения Скажевича Патона в Киеве. Теперь пришло время, когда независимость Украины уже праздновали. И, в частности, вот то, что вы говорили о названиях, о переименовании улиц и всяких таких вещей, в результате чего? Возник вопрос, что надо снять название Патона с этого моста. Ну, это не сняли. А вот художественное литё, которое было в этом сооружении. А это сооружение стало известно же во всём мире, потому что это был один из самых первых цельно-сварных мостов. Так вот, значит, что поскольку это недопустимо... Советская символика, да, которая... Да. Так, вот давайте снимать. Значит, перила художественного литя у моста, фонарные столбы и так далее, и так далее. Мы воевали, воевали против кое-что сделали, завоевали. Мы всё-таки добились, все вместе взятые, того, что не сняли мать родину, а могли снять её. Мне и помогло то, что не было таких уже кранов, чтобы... Могли снять это всё. Могли бы снять эту... Эту статую. Ну, к сожалению, да, к сожалению, всё это происходит, но... Это недопустимо. Недопустимо. Хотел вернуться снова к вашим инженерным разработкам. Вот в 1969 году бортинженер Валерий Кубасов. Он впервые в мире в космосе осуществил сварку. Вот, я вам расскажу. Был такой гениальный человек Сергей Павлович Королёв. Я с ним знаком хорошо был. И он обращался к нам с различными просьбами, касавшимися сварных конструкций. И прежде всего, сварных конструкций ракет. Вот. И он мечтателем был ко всему ещё. Хотя он прожил небольшую по продолжительности жизнь, но сделал невероятно много и был генеральным конструктором, которого второго такого назвать мы не можем. Так вот, он, значит, узнал, что мы все тогда хотели к космосу перемкнуть. Ну вот, мы ему предложили. Сергей Павлович, давайте сделаем сварную конструкцию, чтобы, значит, ракету, если нужно её при многократном использовании, там же, в космосе, если нужно, отремонтировать. Там, в космосе, не возвращая на Землю. Да, там. Он загорелся, давай. Давай, давай. Значит, мы разработали, и тут он бедняво умер. Вот. Он умер в 60 лет. Но мы успели уже сделать модель. Был корабль, и был отсек, который был в безвоздушном, будем говорить, пространстве. И там провели сварку. И сварку проводил в этом корабле Шонин и Кубасов. Кубасов был непосредственно тем, кто сварщиком сварку ввёл. И прошла хорошо сварка, американцы шумели и галдели на эту тему. То есть им пока такая технология была недоступна? Недоступна. Значит, это мы сделали. Потом, значит, надо переходить уже к открытому космосу. То есть, чтобы человек вышел из корабля, попал на стапель, будем говорить, и там, значит, провёл сварку, наплавку, резку и так далее. И это было поручено Светлане Евгеньевне Советской. Она уже была в то время дважды героем. А главным там героем был Владимир Александрович Женебеков. Вот такой мужик пять раз летал в космос. Пять раз. И восстановил там корабль, который уже не подлежал восстановлению. Это колоссальный человек. В 84-м году, в июле месяце, уже была проведена сварка в открытом космосе. Открытый космос был впервые проведён Леоновым, Алексеем Леоновым. Вот такой тоже мужик. Мы с ним в дружбе были. Вот. И, значит, он провёл открытый космос, вылез туда. А, значит, чтобы человек не погиб и не закипела кровь у этого человека, так его надо было в скафандр надеть и дать соответствующее давление, чтобы его, значит, можно было выпустить в космос. Так его выпустили в космос, а потом надо обратно было попасть. Я читал эту историю. Он не мог залезть в этом скафандре и закрыть за собой дверь. Да, так он, а уже времени никакого не было, так он, на свой страх и риск, он стравил давление немножко. Ну, до того, чтобы... Объём скафандра уменьшил. Скафандр мог пролезть с ним вместе в этот корабль. И пролез, и сохранил и себя, и оборудование. Ну, вот, так это мы сделали, эту сварку на Земле, а Джонни Беков и Савицкая сделали это в открытом космосе. Борис Евгеньевич, ну, согласитесь ли вы с тем, что, получается, амбиции государства влияют на то, что разрабатывает наука? Ведь вот все эти достижения, о которых мы с вами сейчас говорим, ваши достижения, ваших коллег-учёных, они были возможны в стране, которая претендовала на ключевые, передовые позиции в мире. И вот в связи с этим я хочу спросить, вы, как учёный, не жалеете, что эти возможности исчезли? Очень жалею, и это просто недопустимо. И, смотрите, вот я был в Штатах несколько раз, и был в НАСА. И в результате мы предложили проект, чтобы сделать с американцами такой эксперимент в космосе по сварке, резке, пайке и напылению. Заключили договор, а потом они, американцы, начали крутить, что мы не хотим и не можем. Что вы не можете? Не можем, потому что это опасно, это невозможно и так далее. Я говорю, слушайте, вы знаете, что мы в 1984 году провели опыт по сварке в открытом космосе. Ну и что? Ну вот провели, работаем сейчас, и будем продолжать эту работу. А вы что? А мы не можем, потому что то всё. Я говорю, слушайте, мы очень любим своих женщин. Мы очень любим своих женщин. И неужели вы думаете, что если бы мы их не любили, так мы бы пошли на такое дело, как вот открытый космос и женщина-сварщица. Ну, вы-то там делайте. Короче говоря, заплатили неустойку за то, что такой проект мы сделали. По-моему, миллиона два там заплатили нам за этот эксперимент. И вот так он прошёл. Они до сих пор сварку в открытом космосе и родственные сварки технологий такие, как пайка, резка, напыление, они до сих пор не сделали. А китайцы уже близки к тому, чтобы это сделать. И мы им помогаем в этом вопросе. Ну, ещё возвращаясь к теме истории распада Советского Союза, то есть, безусловно, были нарушены и порваны наработанные научные, технические и производственные связи. Многие же ведь идеи ваши, наверное, остались и нереализованными в силу разных обстоятельств. Да. Бюрократия, отсутствие госзаказа, какого-то интереса. Вот есть какие-то идеи, может быть, одна, о которой вы сожалеете, которую так и не удалось реализовать? Да, есть. Есть. Я вам скажу, у нас ведь сварка есть на земле, под землёй, в космосе и под водой. Так. Ну, пожалуйста. Вот. И на земле мы можем в космосе, мы до сих пор не сделали. Если бы был жив-здоров Сергей Павлович Королёв, то это было бы уже давно сделано. Сделано. Под водой тоже не можем. Это вот то, что я могу сходу сказать, что это очень важно и нужно. и действительно не для того, чтобы рисковать, а для того, чтобы дело делать, а не только трепаться. Да. А ещё вот одна из ваших идей, катаясь на водных лыжах, вы повредили сустав. И не знаю, это правда или это вымысел. Вот. Когда вам этот вживляли протез сустава, у вас возникла идея, не применит ли метод усваивания как-то в медицине. Но это послужило тому, что мы разработали сварку живых тканей. И сейчас проведены уже тысячи без преувеличения операций хирургических с помощью сварочной технологии. Но эти технологии были вами. вам предложены разработки. Наши технологии это все признают. Вот. И продолжаем эту работу. У нас каждый год уже больше десяти лет проходят в институте у нас международные и отечественные конференции по сварке живых тканей. Да, вот речь идет о мягких живых тканях. Насколько мне известно, изначально у вас еще была идея разработать методы сваривания костной ткани. костей костей костей. эта идея есть. То есть она пока не реализована. не реализована. Но над этим мы работаем. Я думаю, что будет реализован. Хочу сейчас вернуться к вашему ритму жизни, к вашему рабочему графику. Он он я уже не тот чтобы не тот чтобы был раньше. Так что Ваши коллеги говорят о вас, что ваш рабочий день длится ровно столько, вот пока вы не спите. То есть другими словами постоянно вы в активном рабочем графике. Ну это есть, потому что я плохо сплю. Вот я уже бессонница и страдаю чертю знаешь сколько времени. Но А вот скажите, ваша судьба, вот учитывая научные занятости вашего отца, была предопределена? У вас был выбор? Вот если бы вы не стали ученым в области технологии металлов, вот кем бы вы могли быть? Я мог бы быть электротехником полностью. Я хотел быть электротехником, но война началась, и тут все вот так покатилось. Но так или иначе это тоже техническая отрасль, да, какая-то, да. Ну конечно. Хотел еще у вас спросить, вы сказали, что как-то допускаете, что ученый может быть верующим человеком. Вот вы человек верующий? Я верю в то, что религия должна быть. А есть ли Бог на свете, это вопрос. Религия очень нужна человеку. А если не будет религии, так будет плохо. Вы в свое время отказались от предложения возглавить Академию Наук СССР. Да. Почему? Ведь тогда, если не ошибаюсь, это было предложение, которое звучало от самого Брежнева, да, и от таких предложений, наверное, было не принято отказываться, может быть, даже как-то рискованно. Было не принято, но я побывал у Суслова. Суслова вы знаете? Ну, конечно. Ну, вот. Не лично, конечно. Серый кардинал. Так вот, он меня вызвал. Я поехал в Москву и час с ним разговаривал в Кремле. Час. Он говорит, вот, давай. Это, говорит, просьба Леонида Ильича и так далее, и так далее. Я говорю, ну, спасибо Леониду Ильичу, но я не могу. Как не могу? Я говорю, расферопил. Я вот так, потому что я и директор института ко всему прочему. Я тогда уже был президентом нашей академии. Вот этой. Да, да, да. Вот. И я говорю, я не могу. Ну, не страшно было вот это говорить? Ну, он опять свое. Я не делюсь. Я ему тогда злоб взял. Я мог сильно погореть, как я потом понял. Вот. И я ему говорю, Михаил Андреевич, на такой пост палкой не загоняют. он оторопел и меня отправил в Киев, чтобы я подумал и все. А это было на 1 мая, чтобы пройдут майские праздники и тогда вот вернемся к этому разговору. Но вы не передумали? не, я не перейду. Я приехал и сказал Владимиру Васильевичу сервиску. Я его очень уважал, уважаю. Это человек действительно хороший, мудрый, порядочный. Вот так было дело. И стал Анатолий Петрович Александр. Ну может быть тогда у Вас и в Киеве больше возможностей было заниматься наукой? Ну конечно. Мне тогда было в 75 году минус 18 так мне тогда было по нынешним меркам совсем немного. На Ваших глазах происходило становление украинской науки в советский период. И вот сейчас уже происходили все изменения современные связанные с обретением Украины своей независимости. Вот если сравнивать состояние науки тогда и сейчас. Я скажу честно и откровенно что мы потеряли очень много. Очень много. И до сих пор продолжаем терять. А возьмите один только вопрос. наука в Советском Союзе и сейчас трудно сравнивать. Вот и все. И неизвестно, когда это поправится. И то, что происходит вот во время нынешней войны. Какая это война? Это не война. И все равно очень плохо. Очень плохо. Очень плохо. А вот вы упомянули ситуацию на востоке Украины. Вот как, по вашему мнению, этот конфликт можно было бы решить и следует решать? Очень сложно. Но на мой взгляд, все-таки можно и нужно решать дипломатическим путем без крупных военных действий. если будет война, это страшно. И она же перерастет в третью мировую войну, что останется ничего. Так что тут другого решения нет. Борис Евгеньевич, а какое время для вас в жизни было самым счастливым? Самым счастливым? Когда я был молодым, еще считал, что все впереди. Вот какое. Спасибо вам огромное за интервью. Спасибо вам. Мы вам желаем крепкого здоровья. Спасибо. И поздравляем вас с Днем Победы, с 9 мая, с этим святым праздником. Дай Бог. Спасибо, Борис Евгеньевич. Дай Бог. Победы, Победы, Победы,